Основная причина роста валюты Технологические изделия, электронику и прочие Цены еще не выросли Но они как раз таки вырастут ровно тогда Когда текущие запасы закончатся И будут в продаже поступать новые партии этих товаров Курс доллара и евро очень сильно влияет на стоимость в рублевом эквиваленте К примеру, если средний тур стоит 1000 долларов То в начале года он стоил примерно 30 тысяч рублей Сейчас у нас доллар очень сильно вырос Соответственно, если курс доллара 54 рубля Тот же самый тур будет стоить 54 тысячи рублей И цены на туры, на отдых на наш Они будут только расти и расти Потому что они напрямую зависят от доллара и от евро На товарах российского производства Телевизор и крупная бытовая техника Это сказывается меньше Но так как они собираются из тех же импортных комплектующих Тем не менее, рост цены на них идет Народ это все уже знает И активно скупает На витринах у нас все было забито На данный момент очень мало моделей ноутбуков представлено То, что осталось по старым ценам Все, что поступает по новым ценам Заметно дороже То есть процентов где-то на 30 Себестоимость машины иностранного производства повышается У авто российской сборки Рост цены идет за счет повышения стоимости узлов и агрегатов Из-за нестабильной ситуации в стране Спрос на автомобили повышается Конкретно наш бренд Toyota планирует только плановый ежегодный рост На первый квартал 2015 года цены объявлены Меняться уже не будут Я думаю, что рост будет очень серьезный Поэтому тем нашим гражданам, которые думают о каких-то тратах Наверное, стоит этот процесс обдумывания ускорить Но в то же время паниковать не стоит Потому что рано или поздно рынок все поставит на свои места Я думаю, что цены скорректируются в дальнейшем в сторону снижения Особенно если рубль укрепится